Привет всем! Достался мне в наследство ASIC BitMine AntMiner S9. Покажу результат ремонта, а также проанализируем его текущий хешрейт и возможность использования ASIC BitMine S9 в режиме экономии электроэнергии. Я получил полный комплект ASIC Miner S9, который состоял из платы управления трёх плат с чипами-вычислителями и блок питания на 2 кВт. С ASIC-ом случилось несчастье. Ему перекрыли доступ воздуха во время работы для охлаждения. В результате нагрева подгорели разъёмы питания и один шлейф к плате управления. При осмотре разъёмов питания видим, что остались торчать из платы контакты от разъёмов. Их я и буду использовать для припайки проводов, идущих к питанию. Шлейф к плате управления будем менять полностью. Для этого придётся кусачками или бокорезами сломать имеющиеся разъёмы и непосредственно контактом припаять провода. В Antminer Bitman S9 плата содержит 63 чипа, изготовленных по 16-ти нанометровому техпроцессу. При максимальной скорости температура Antminer S9 может увеличиваться до 90 градусов Цельсия. Вентиляторы оказались вполне работоспособными. По расчётам пионера криптоиндустрии Хэлла Финни, окончательная цена биткоина составит 10 миллионов долларов. Стоит также заметить, что это одна из самых надёжных моделей ASICов от Bitman, и поддержанный ASIC при нормальной эксплуатации прослужит довольно долго. Кстати, контакты очень плохо паяются, они окислились. Зачищаем все имеющиеся контактные группы по питанию на всех трёх вычислительных платах. Разъём питания на управляющей плате также удаляем кусачками. Для шлейфа питания использую провода 0,35 квадратных миллиметров. Для проводов шлейфа питания, которые будут вставляться в разъём, использую наконечники. Их я тоже пропаял. Однако к 2022 году данное устройство морально устарело, хотя до сих пор остаётся рентабельным. Посудите сами. Последняя модель ASIC для алгоритма США-206 от Bitman от Miner S19 Pro разгоняется до 110 Тхс при потреблении 3,5 кВт. А вот модель Antminer S9G 14 Тхэш можно купить в одном из российских интернет-магазинов за 500-600 долларов. Разница в цене, конечно, большая, и с рукопокупаемостью старая модель меньше, правда, и доход низковат. Конечно, далеко не каждый россиянин может вложить за ASIC 10 тысяч долларов, а вот 30-40 тысяч рублей – совсем другое дело. Если же вы решили купить Bitman Antminer S9, учтите, производитель данной ASIC не выпускает, и официальную гарантию получить будет сложно. Старые запасы распроданы, и на официальном сайте этой модели больше нет. Неофициальные, или как ещё называют, кастомные прошивки для Antminer S9 можно скачать на специальных сервисах, например, аисик-дип.ком. После установки такого пола становится доступным более широкий функционал настройок, увеличивается производительность майнера, уменьшается энергопотребление. Правда, все настройки Antminer S9 потребуется выполнять в ручном режиме. Негативный момент майнинга на Antminer S9 – это шум. Умельцы делают специальные звукопоглощающие коробы для аисиков, лучше приобрести. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok После очистки мест пайки уайтспиритом проверяем платы Омметром на возможность короткого замыкания. И только убедившись, что короткого замыкания нет, берем лак, в данном случае обычный для ногтей, но лучше конечно цапом лак, и покрываем для защиты места пайки. После того, как лак нанесем, надеваем на провода термоусадочные трубки и обдуваем теплым воздухом из фена. Для подачи питания к вычислительным платам от блока питания используем два клеммника, которые закрепляем на боковой стороне корпуса айсика. Всего 9 групп по 3 провода диаметром 1 мм в квадрате. Шлейф проводов собираем в красивые пучки с помощью стяжек. Пришло время проверить асик в работе. Находим его IP-адрес в сети с помощью специальной программы от производителя Bitmine. Мигание зеленого индикатора Normal показывает, что подключение Antminer S9 прошло успешно. Если при запуске включился красный сигнал, фауст, подождите 5 минут, пока устройство перейдет в обычный режим. Дальнейшая настройка Antminer S9 начинается с определения сетевого адреса. Подключите асик к интернету и проверьте в интерфейсе вашего роутера списки клиентов в DHCP или используйте приложение IP Reporter. Установите запустить приложение, нажмите кнопку Start на дисплее. Нажмите и удерживайте 5-6 секунд кнопку IP Report на панели управления Antminer S9. После того, как программа определит IP и MAC-адрес устройства, внесите IP в адресную строку браузера и введите логин-пароль root-root, чтобы перейти в интерфейс майнера. Откройте вкладку General Configuration и введите в настройки Antminer здесь данные выбранного пула. Сервер производителя Bitmine установлен по умолчанию. Рекомендую в качестве пула использовать пул viobtc.net. Комиссия за перевод средств в сеть KNX равна нулю, а сумма вывода не ограничена и зачисляется в режиме реального времени. После старта в разделе Miner Status необходимо проконтролировать статистику майнинга, не ждите, что данные появятся мгновенно. Это занимает определенное время. Если в дополнительной настройке доступна регулировка тактовой частоты чипов устройства, при помощи этой опции можно замедлить или ускорить майнинг Antminer S9, не превышать допустимые пределы изменения частот. Параметр для каждой партии указан на сайте Bitmine. Продолжение следует... В настройках ASIC ставим режим экономии электроэнергии и измеряем потребляемый ток вычислительными платами в режиме майнинга. Как видим, ток потребления составляет 75 А, что при напряжении 12 В дает 900 Ватт. С учетом КПД блок питания от сети потребляется около 1 кВт. Как видим, средняя дневная прибыль на пуле WebBTC.MAT в биткоинах равна где-то 5 нолей 446 биткоин на тирахэш. За 7 часов эксплуатации ASIC-майнера удалось добыть 4 ноля 1389 биткоина. При текущем трехтарифном учете электроэнергии дневная стоимость использования 1 кВт равна 106 рублям. Таким образом, в день мы можем заработать на этом майнере S9 около 400 4762 биткоина. По текущему курсу 38 760 долларов за биткоин мы получаем 1,85 долларов в день. При курсе 100 рублей за доллар это 185 рублей. При курсе 80 рублей за доллар получается 147 рублей. Вычитаем из этой суммы 106 рублей. Получается 147 минус 106 41 рубль в день. Таков прибыток на ASIC-майнере Bitmain S9. Таким образом, ASIC Bitmain S9 мы приходим к выводу. Выгодно использовать действительно на фермах, где есть курица, корова. Им нужен обогрев, особенно зимой. Спасибо всем. Не забывайте ставить лайки, комментарии. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok